В раздевалку начальные классы и даже в спортзал накануне Дня знаний в 72-й школе встречают не учеников, а немецкую овчарку. На пост Сандра заступила в 8 утра, пока это четвертое учебное заведение, а всего за сегодня она проверила 21 школу. Запах новых учебников немного сбивает четвероногого сотрудника, рассказывает кинолог Елена Клубникина. У нас сейчас в стране очень неспокойное время, и поэтому сейчас востребованы собаки именно по взрывчатым веществам, и поэтому сегодня мы здесь обследуем школы Октябрьского района, лично я обследую, на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств. Проверка кинологов – процедура обычная, говорят стражи порядка за сутки до Дня знаний. Весь периметр учебного заведения обследуется на безопасность, и так в каждой из 115 красноярских школ. За последние пять лет со своей задачей обученные псы справляются. Взрывчатых веществ в школах обнаружено не было. Сотрудники полиции проверяют территорию. До этого прошли все необходимые проверки совместно с Министерством образования, с МЧС и другими всеми службами проверяли целостность территории, то есть заборы проверили, нет ли там каких-либо отверстий, чтобы не проникали посторонние. Проходы в школу также были проверены. Меры безопасности усилят и во время учебного года, говорят учителя. В этом году из городской казны на это выделено 989 миллионов рублей. Педагоги предупреждают, уже завтра родителям первоклашек придется захватить с собой паспорта, если хотят сфотографировать свое чадо за школьной партой, ведь действует контрольно-пропускной режим. Тревожная кнопка стоит, видеокамеры стоят и внутри, и по территории школы. Сотрудник находится охранного агентства с 7.30 до 19.00. В дальнейшем охрану осуществляется сторожа. В боевой готовности перед первым сентября и сотрудники госавтоинспекции. Говорят, завтра участников дорожного движения станет больше. За знаниями отправятся 106 тысяч красноярских школьников, 13 тысяч из которых первоклашки. Дорожная безопасность в день знаний будет также под пристальным вниманием полицейских. Личные составы планируют завтра увеличить в разы, говорят в ведомстве. Патрули госавтоинспекции будут дежурить не только на территории каждой школы в городе, но и на прилегающих пешеходных переходах. Помогать школьникам переходить дорогу инспекторы планируют в течение первой недели сентября. Контролировать безопасность полицейские будут не только в школах и на дорогах, но и в интернете. Беседы, как правильно вести себя в социальных сетях, проведут как с учениками, так и с родителями. Виктория Столярова, Владимир Антонов, Новости ТВК.